В шумном доме счастья нет. В Беларуси проходит акция «Дом без насилия». Основная задача, которую мы несем за собой, это все-таки профилактика. Сложно ли уберечь семейный очаг? Халатность или случайность? В городе и районе за два дня два пожара. Берегите себя и свое имущество. Что стало причиной возгорания? Возраст ответственности. В Бавруйске задержали малолетнего курьера телефонных аферистов. Деньги мошенникам он передать не успел. Как юные умы попадаются на криминальный крючок? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся в 10 минут. Засекайте. Сохраняй семейный очаг. По 17 апреля в Беларуси проходит республиканская акция «Дом без насилия». Участковые инспекторы наведываются к неблагополучным ячейкам общества, чтобы в очередной раз помочь стать на путь истиной. Юлия Вернер присоединилась к рейду. Сор из избы. Неоспоримый факт. Семья – важнейший социальный институт. Только беречь ценное умеют немногие. Брань, крики, избиения становятся постоянными спутниками счастливой жизни. Иногда, чтобы урегулировать конфликты, приходится прибегать к помощи правоохранителей. Разбирательство приводят к дальнейшему учёту. Только в Бобруйске под наблюдением находится 670 семей. Контролем занимаются участковые инспекторы. Скажите, как у вас вообще ситуация нормализовалась? Всё хорошо. Нож в спину. Случаи бывают разные. Рукоприкладство, ссоры, аморальное поведение, создание притона – всё это говорит о нездоровой обстановке. Некоторых трёхмесячный учёт заставляет одуматься. Лишь 10% продолжают жить и в ус не дуть. Геннадий Петров, имя вымышленное, уверен. Он человек спокойный, пока не доведут, а доводят регулярно. Был немножко инцидент, поругались с бывшей супругой. Ну, поскандалил. Не рукоприкладство, ничего не было. Чисто поскандалил, она не выдержала вызвать сотрудника. Я себя веду спокойно, я никого не трогаю, меня никто не трогает. То есть, как бы вот так. Ну, мы в разводе живём совместно. Мексиканские страсти. Несмотря на размолвки в семье, Чита продолжает жить вместе. Если конфликты продолжатся, дело может дойти до уголовной ответственности. Конечно же, основная задача, которую мы несем за собой, это всё-таки профилактика. Затем уже выявление административных правонарушений, ну и пресечение преступлений. Именно направленное на насилие в семье. Хранить и беречь. Мама и папа становятся для ребёнка примером на всю его дальнейшую жизнь. От того, какие отношения царят в семье, во многом зависит благополучие детского воспитания. Именно поэтому взрослые раз и навсегда должны понять – насилие, смерть, любви и гармонии. Юлия Вернер, Роман Костюков, Сирена. 3 апреля около 11 утра в дежурную службу МЧС очевидец сообщил о пожаре в деревне Борщевка. По прибытию спасатели обнаружили горящую кровлю дома и плотное задымление. В это время жильцы уже находились на улице. Мгновенная реакция помогла быстро справиться с возгоранием. Однако огонь успел повредить перекрытие, уничтожил часть имущества. Благо, обошлось без жертв. МЧС напоминает – эксплуатируйте электроприборы исключительно по назначению. Внимательно читайте инструкцию завода-изготовителя. Не перегружайте электрическую сеть. А также, уходя из дому или отправляясь спать, выключайте все электроприборы из сети. Берегите себя и своё имущество. Буквально на следующий день, 4 апреля, ЧП случилось на Луньково. Горела одна из квартир многоэтажки. Подъезд укутал дым. Хозяева апартаментов справились со стихией с помощью подручных средств. Причины выясняются. Молода Зелина. В Бобруйске задержан малолетний пособник телефонных мошенников. В милицию обратилась 65-летняя бобруйчанка. Женщине позвонил неизвестный, представился правоохранителем и сообщил, её внучка попала в ДТП. После потребовал 5000 долларов за непривлечение к уголовной ответственности. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий курьер был установлен и задержан. Им оказался 15-летний житель Гомельской области, нашедший объявление о подработке в интернете. Деньги мошенникам он передать не успел. Вся сумма в полном объёме возвращена пенсионерке. В течение года в отношении несовершеннолетнего будет проводиться профилактическая работа, а родителям несостоявшегося пособника грозит штраф за нею выполнение обязанностей по воспитанию. Двухколёсная опасность. 7 апреля в центре города мопед влетел в легковушку. 57-летний местный житель при пересечении перекрёстка улиц Урицкого-Московская пытался совершить рискованный манёвр. Ничем хорошим для мотолюбителя это не завершилось. По обозначенной главной дороге в этот момент двигался Ауди. В результате неосторожности произошло столкновение, из-за которого водитель мопеда оказался выброшенным на проезжую часть. Госавтоинспекция напоминает, что при движении на двухколёсном транспортном средстве всегда нужно оценивать дорожную ситуацию и выполнять все действия, необходимые для обеспечения безопасности. Быть предельно внимательными и осторожными, не превышать установленную скорость движения и избегать необдуманных манёвров. В результате виновник аварии с травмами госпитализирован. Селекционер радости. В Бобруйске ликвидирована наркоферма. Для выращивания конопли у себя дома 55-летний местный житель оборудовал специальное помещение. Производство было подготовлено основательно. Правоохранители изъяли у фигуранта полимерные ёмкости с грунтом, растения конопли, гроубокс, оборудование для вентиляции и освещения, систему полива, таймер, измеритель кислотности почвы, семена, удобрения. Бобручанин пояснил, что выращивал данное растение для собственного потребления. Устанавливается его причастность к сбыту наркотического средства. Несостоявшийся фермер задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Лёгкие деньги под ветерок. В Бобруйском локомотивном депо пропало свыше 12 тонн дистоплива на сумму 29 тысяч рублей. Виновными оказалась бригада работников. Шесть машинистов и их помощников из посёлка Октябрьский Гомельской области вступили в сговор. Перед рейсом составов они получали необходимый объём горючего и в рабочем процессе сливали его в канистры. А затем на ходу сбрасывали их на землю. После чего связывались с подельниками из соседней области и в назначенном месте передавали добытое. Возбуждено уголовное дело. На основании собранных по делу доказательств следствие квалифицировало действия восьми фигурантов, исходя из роли каждого по части 2, части 3, статьи 211 УК Республики Беларусь, как присвоение и растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершённое группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. За период предварительного расследования фигуранты возместили свыше 19 тысяч рублей. Несмотря на это, на их имущество наложен арест на общую сумму свыше 100 тысяч. Это была Сирена. Ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютьюбе. Я Роман Костюков. Увидимся через неделю.